Чтобы попасть в число тех, кто будет защищать честь России на международных соревнованиях, спортсменам из ядерного центра в НЕФ пришлось приложить немало усилий и пройти несколько отборочных этапов. Выиграть дивизиональный этап отраслевых соревнований в Сарове и стать лучшими в финале Атомиада в Новоуральске. После чего уже руководство Анотом Спорт приняло решение, что нужно формировать команду на эти соревнования. Причем надо сказать, что баскетбол еще ни разу не был представлен в этой программе, потому что в основном ездили пловцы, волейболисты, легкоатлеты. Это был некий рисковый шаг, но тем не менее, посмотрев на нас и убедив руководство Анотом Спорт, что мы можем достойно выступить и показать неплохие результаты, было принято решение на базе команды ЯОК «Центр», то есть куда входят Саров и Заречный, формировать команду для участия в этих соревнованиях. Вадим Шевчук представил на чемпионате судейский корпус от России на баскетболе. В состав сборной вошли пять сотрудников ядерного центра. Антон Тришин, Владислав Покровский, Дмитрий Климов и Дмитрий Михайлов. Возглавил сборную России тоже представитель РФЦНЕВ Дмитрий Покровский. Ребята признаются, что эти соревнования стали для них одними из самых тяжелых. Каждый день им предстояло проводить по две полноценных игры, когда температура за окном достигала почти 40 градусов. Действительно очень тяжелый турнир, который запомнится на всю жизнь, потому что ты выходишь в майке с надписью «Россия». Это, конечно, дорогого стоит, когда болельщики приходят за тебя болеть с российским триколором, когда болельщики кричат «Россия», когда болельщики после матча дружно скандируют «Молодцы». Это, конечно, запоминается на всю жизнь. В первый день чемпионата наши спортсмены встретились со сборной Австрии. «Спортивная фортуна» оказалась на стороне соперников, и команда «Атомспорт» начала соревнования с поражением. Но ребятам удалось найти в себе силы. И уже в следующем матче против Мексики они показали, что настроены уехать с чемпионата с медалями. Все-таки мы выиграли эту тяжелую игру. Я даже запомнил счет. 77-73. Четыре очка выиграли. И дальше, после этой победы, было проще. На следующий день нам попались Израиль и Италия. Могу сказать, мы практически катком по ним прошлись. Уже пошла и командная игра. И как-то легче стало дышать после первой победы над Мексикой. В финале чемпионата российская сборная встретилась с австрийцами. До заветного золота не хватило всего четырех очков. Но саровские спортсмены не расстраиваются. Серебро на чемпионате такого уровня – это результат, которым действительно можно гордиться. Пришел этот успех благодаря нашему тренеру Дмитрию Покровскому, который после первого поражения не сложил оружие, нашел себе силы, нашел план на предстоящие игры, ну и довел команду до серебряных медалей этого чемпионата. Если для баскетболистов это были дебютные соревнования такого уровня, то для пловца Ларисы Головиной они стали уже доброй традицией. В чемпионате мира среди трудящихся спортсменка принимает участие уже в третий раз. Как правило, спортсмены делают как? Впервые приезжают, смотрят, как плавают, что плавают. И, как правило, соперники друг друга запоминают и знают, каков результат. Я, собственно, методами этими и пользовалась из раза в раз. Но вот этот чемпионат меня немножко разочаровал результатами, потому что, да, слишком большие разрывы были между первым и вторым местом, крайне большие. Я рассчитывала как раз на приезд сильных соперников, но почему-то я их не увидела. Три дистанции 50 стоит 200 метров на спине, 50 бутерфляем, 200 комплексным плаванием. Ларисе покорились все дистанции, в которых она принимала участие. Как итог, 8 золотых медалей, 1 серебряная. Для меня эти медали говорят о том, что я нахожусь еще в форме, что я еще могу, что как бы меня воспринимают как соперника еще, и это радует. 42 страны, 24 вида спорта и более 3000 участников. Саровские спортсмены доказали, что они лучшие и достойно представили Российский федеральный ядерный центр внеф и страну в целом на международном уровне. Хотелось бы поблагодарить госкорпорацию «Росатом» в лице исполнительного директора «Анотомспорт» Петрачина Ислана Юрин за то, что она оказала нам честь, действительно приняла решение, о котором потом мне пожалела, и мы достойно выступили на этих соревнованиях. Ну и, естественно, большая благодарность Российскому федеральному ядерному центру, руководству, который отправил нас в командировку, тоже возложил на нас некие обязанности, с которыми мы вполне справились и достойно выступили и представили Российский федеральный ядерный центр на международных соревнованиях.